Добрый день, уважаемые друзья! Приветствую вас на Пронауке 2021. Сегодня мы с вами поговорим о том, как создать свой язык. Все языки делятся на два основных типа — это естественные и искусственные языки. Естественные языки зародились вместе с человечеством, развиваются вместе с ним и проходят все те же эволюционные процессы, что и человек, и используются в основном для коммуникации. К искусственным языкам мы причисляем то же создание человеческого ума, которое разработано для того, чтобы преследовать определенные цели. Это, например, упрощение человеческого общения, либо выполнение каких-либо задач. Например, создание языка, который был бы понятен машине. Языки программирования могут быть прекрасным примером. Можно подумать, что искусственные языки изобретают ученые в своих лабораториях. Но это не так. На самом деле очень много ситуаций в истории человечества приводили к тому, что создавались языки, которые отвечали нескольким задачам. Например, пиджины. Пиджин — это язык межнационального общения для достижения взаимопонимания. Во времена великих географических открытий многим нациям приходилось встречать друг друга, общаться, торговать. И, естественно, нужен был язык. Пиджины обычно образуются при участии трех языков. И ни для кого из говорящих они не являются родными языками. Грамматика там очень примитивная, а также сокращается словарь до максимум тысячи-полутора тысяч слов. Первым и самым, наверное, удивительным примером пиджина является английский язык, который, современный английский язык, базируется на смешении языков бритского, кельтского, саксонского, германского и французского языков. Итак, проходит время, и пиджины превращаются в креольские языки. В креольские языки они превращаются тогда, когда дети из смешных браков начинают говорить на нем как на родном. Также грамматика предельно проста. Фонетика и орфография тоже не вызывают каких-то проблем. И, в основном, преобладают аналитические структуры. Так, например, если мы хотим поменять род, число или падеж, то нам нужно вставлять какое-то новое вспомогательное слово для этого. Итак, сейчас мы поговорим о том, для чего и с какими целями создают люди искусственные языки. Первое — это философские и логические цели. Часто для того, чтобы выразить какие-то очень сложные философские концепты, люди предпочитают использовать новый язык, который будет понятен только узкому количеству, ограниченному количеству людей. И там можно рассказать о самых-самых сокровенных тайнах своего сознания. Следующее — это вспомогательные цели, когда необходимо максимально сжато и компактно всем людям в мире объяснить какой-либо концепт или сборку концептов. Следующее — это артистические или эстетические цели. Наверное, те, кто любит фэнтези или научную фантастику, часто встречались с такими языками. Они используются писателями для того, чтобы максимально четко передать характер какой-либо придуманной нации или человека. Например, клингонский язык в фильме «Стар Трек». Ну и, конечно же, для постановки экспериментов. Существует такая гипотеза Сипира Уорфа, которая говорит нам о том, что язык максимально цельно влияет на то, как мы мыслим. И иногда он ограничивает нас. Именно для этого лингвисты пытаются создать максимально непохожие друг на друга языки для того, чтобы посмотреть, влияет ли все-таки язык на наше сознание и мыслительную деятельность или нет. На этом слайде вам представлена классификация искусственных языков. Итак, первое — это языки программирования и компьютерные языки. На слайде вы видите логотип и немножко кода из языка Python, который считается наиболее дружелюбным для пользователей. Даже люди, которые не обладают образованием в сфере IT, могут легко научиться синтаксису данного языка. Соответственно, диалог с машиной мы можем поддерживать практически на равных. Следующее — это формализованные языки науки. Здесь вы видите химические формулы, физические уравнения, математические уравнения. Тоже являются языками, которые будут понятны любому ученому, который занимается той или иной проблемой во всем мире. Следующее — это международные вспомогательные знаки. Все знаки и правила дорожного движения, несмотря на то, что в каждой стране есть свои собственные, в основном они все стандартизированы, унифицированы и позволяют нам гораздо комфортнее пребывать в другой стране. Ну и следующее — это языки несуществующих народов. Если вы видите это кольцо и можете прочитать, что на нем написано, то я вас поздравляю, вы темный эльф. Наверное, самый знаменитый автор и создатель языков — это Джон Толкин, который создал для своих произведений порядка 15 искусственных языков. Он был лингвист и философ, ему это далось очень легко. Также вы можете последовать его примеру. По структуре различают три основных типа искусственных языков. Первый — это априорные языки, языки, которые опираются ни на какие лексические особенности языков, которые уже известны науке. А авторы используют свою собственную логику при построении данных языков и придумывают свои собственные слова. Ну, например, язык ложбан. Можете погуглить. Следующее — это априорные языки. Это языки, можно сказать, это такой интересный лингвистический компот. Когда авторы берут наиболее употребительные слова из различных языков мира, пытаются их скомбинировать для того, чтобы создать язык, который будет максимально понятен широкому кругу лиц. Например, язык логлан. Также есть смешанные языки. Это языки, которые включают в себя как априорные качества языков. Авторы сами придумывают некоторые грамматические структуры и связи слов в предложении. Так и апостериорные заимствуют основы из европейских, допустим, или азиатских языков. Любой язык, будь то естественный или искусственный, имеет свою структуру. Первый уровень, так называемый, — это фонемный уровень. На нем мельчайшей единицей является фонема. То есть это все звуки, которые мы с вами производим. Следующий уровень, чуть более крупный, — это морфемный уровень. Уровень уже частей речи и морфем — мельчайших словообразовательных частиц, которые имеют уже свое значение. Далее уровень укрупняется, и нас уже ждут слова. Лексический уровень, лексемы, как мы называем это в науке. Далее уровень, еще более крупный, как вы уже догадались, — это синтаксический уровень. Уровень предложений, когда слова объединяются в предложения, которыми мы с вами обмениваемся. Некоторые ученые также выделяют два более высоких уровня, которые уже являются более высокими по отношению к значению. Первый уровень — это текст, когда предложения объединяются в какие-либо группы, и когда уже сам текст объединяется в какие-либо группы, то создается дискурс. Причем все эти предложения и тексты могут быть объединены какой-то одной группой или значением. Например, мы с вами сейчас общаемся в академическом дискурсе и в то же время в публичном дискурсе, так как вы можете нас видеть. Давайте мы с вами немножко изучим самые известные из искусственных языков. Первый, о котором мы хотели бы поговорить, — это клингонский. Я думаю, что, возможно, среди нас есть фанаты Стартрека. То вы знаете, что клингоны — это самая кровожадная воинственная раса, антагонисты данной вселенной. И для клингонов создавался свой уникальный язык. Основной особенностью этого языка являлась необходимость быстро передавать информацию в военных условиях. Ученые, которые создавали данный язык, полагались на грубую фонетику, на какую-то простую грамматику, которая будет только поскольку в этом языке. Сейчас этот язык существует, он продолжает изучаться. Есть даже институт клингонского языка, который занимается, например, переводом литературы с других языков на клингонский. Так, например, уже переведены «Гамлет» Шекспира и «Волшебник страны Оз» в числе остальных произведений. Следующий язык, пожалуй, самый известный язык из всех искусственных языков. Все о нем слышали, будь то из книг или даже просто на слух, или, конечно же, из знаменитых фильмов, это эльфийский язык, созданный Джоном Толкином. Толкин был известным филологом, германистом, и при создании своих языков, а это было его хобби, он опирался на германские языки, в первую очередь на финский и протогерманские языки. Эльфийские языки самые проработанные. Там есть больше десяти различных диалектов и региональных вариаций. Есть также и протоязык, древний эльфийский язык, который Толкин создал чуть позже, чем основной эльфийский язык. Следующий язык, дотракийский, он немножко отличается своим созданием. То есть если Толкин создавал свой язык последовательно, и у него есть расширенная база и фонетики, и грамматики, и лексики, существуют и словари каждого из региональных диалектов данного языка, то дотракийский язык, который известен нам из книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» или же из сериала «Игра престолов», создавался немножко по другому типу. Перед ученым Питерсеном стояла единственная задача. Ему нужно было создать язык, опираясь на характер народа, которому принадлежал этот язык. Народ данный, дотракийцы, они кочевники, достаточно кровожатные, воинственные, со своими законами, со своим укладом. И Питерсен пошел по интересному пути. Он сначала изучил характер данных людей, изучил то, что о них написано в книгах, и уже после этого приступил к созданию языка. При создании этого языка он опирался на русский язык, на язык суахили, на испанский язык и на турецкий язык. Некоторые, скажем так, не знающие люди считают, полагают ошибочно, что язык данный звучит как арабский. На самом деле он ближе по звучанию к испанскому языку. Этот язык имеет свои собственные особенности. У него практически нет грамматики, нет очень многих слов, отсутствует какая-то лексика, например, нет слова «спасибо». Кроме того, он принадлежит к типу агглютинативных языков, то есть языков, которые строятся на базе суффиксов. То есть если вы хотите создать новое слово, то вы будете добавлять новый суффикс, как, например, в татарском языке. Данный язык, как мы видим, уже отличается от языка Толкина и даже от языка Клингонов. И еще один язык, о котором мы бы хотели упомянуть, это язык из фильма «Прибытие», язык пришельцев, которые прибыли на планету и который изучали приглашенные лингвисты. Данный язык, опять же, отличается от предыдущих языков, про которые мы говорили. Этот язык создавался скорее как математический, логический язык. Он, на самом деле, ближе к релятивистской физике и немножко похож на языки программирования. Данный язык относится к разряду так называемых семасеографических языков, в которых один знак означает одно какое-то слово. И устных слов у этого языка нет. Когда ученый, перед которым стояла задача разработать этот язык, приступил к созданию его, первым делом он решил посмотреть, какой язык будет отличаться максимально сильно от любого существующего человеческого языка. И для того, чтобы создать фонетику, то есть звучание этого языка, он записал свой собственный голос и пение птиц у себя дома в Новой Зеландии. Он прокрутил эту запись несколько раз с замедлением, со специальными эффектами. И уже у него получили звуки, которые действительно крайне непривычны для нашего уха. И уже впоследствии эти звуки были наложены на тела пришельцев, которые не разговаривали им, а своеобразным образом вибрировали. Таким образом, мы подвели к тому, что, чтобы создать свой язык, в первую очередь определите цель, с которой вы создаете язык. Возможно, вам нужно создать этот язык для упрощения вашего общения. Тогда, возможно, вам подойдут плановые языки или языки программирования. Если же вы создаете какой-то свой новый художественный мир, то тогда вам нужно будет проработать еще и характер этого языка. Затем вы как раз подходите ко второй точке, это определение характера и функции вашего языка. Какой это будет язык? Будет ли у него сложная грамматика? Будет ли у него сложная фонетика? То есть вы должны будете определиться, как он будет выглядеть с научной точки зрения. Может быть, он будет сложным по грамматике, но легким по лексике. Или наоборот, может быть, у него будет только звучание, но не будет грамматики. Такие языки тоже существуют. Ну и, конечно же, когда вы приступите к созданию своего языка, просто прикройте глаза и задумайтесь о том, каким будет ваш язык. И ваш язык готов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok